господи иисусе христе сыне божий помилуй меня греша номер 631 события дня за 4 сентября 2017 года притчи 30 и 6 стих не прибавляй к словам его чтобы он не обличил тебя и ты не оказался лжецом вот что написали мне за день сергеева марина родники игнатий тихонович спасибо с христос за прекрасные стихи за поучение есть большое желание спасать свою душу при грешную видя перед собой такого учителя сильным духом сильной веры низкий поклон всем сестрам и братьям молитесь за рабу грешную до услышаны будут ваши святые молиты богом иисусом христом и спасителем нашим помоги тебе господи марина юрий соболев такие живые и нужные говорю не просто обобщенно но в первую очередь применяйте слова к себе строки знаете и найти их на очках и ваши пропаде стихи и читая слышатся кажется было это вашим выразительным чтением интонации ревностью спаси христос за назидательные строфу с воскресным вас днем обо мне пророчествует лживо и страдают сами же согласен игнатий тихонович с вашими словами помню как было сделано это пророчество как и много прочих рекомендаций тогда да похоже на пиар как вы тут и сказали недавно вышел фильм о кураеве прямая речь видел только ролик анонс отец зякон там схожи говорит как и любой человек боюсь но за меня многие молятся так и вашем случае на тихонович за вас многие молятся да сохранит вас господь наш иисус христос от лжепророчеств в том числе впрочем как я убедился за эти года от вас все подобно отскакивает а точнее господь отводит православный поклон потеряем александр мардясов благодарю игнать тихонович считаю строки ваших стихов а за ними чувствуешь наставление отеческое и о том что может нас разлучить в этом грешном земном бытии все ясно как божий день но всегда душа поддерживает от уныния душу то надежда на спасение по праведности нашей данной от господа через ваше повествование в ясности понимания никакими все должны быть люди для себя в этом окружающем нас мире а какой должен быть непосредственно ты сам по отношению ко всему низкий поклон вам до земли что на многое указываете в жизни многому научили многие опять восстают на вас даже пытаются придумывать название всех ваших трудов земных как трудов физических так и трудов благовестия пытаются многим навязать якобы неправидность и заблуждение ваша особо летует человек из греции при произношении вашего имени мною в похвале на него это действует как красная тряпка для быка ну кто он такой грец если знает встречался ян который там есть у отца на ум был разговаривали а другой который там под видом мне сказали это говорит мусульманин подделался подделался под христианиной и вас тревожит ну только делов то он избрал этот путь мне некогда мы с утра включаемся в семь в четыре сорок встаем в семь завтрак и до семи вечера сегодня думаем начать картошку копать у нас работа некогда и глупостями заниматься одно оружие христианина любовь и молитва дай господи чтобы только оно одно и было примененным всеми нами до смерти оставалось в наших умах и руках спаси и сохрани вас господь и всех сотрудников ваших богоугодных делах и помыслах ну вот так андрей александров слава богу за все как приятно получать проповеди в стихах от автора спаси слава христу наталья чернова спаси христос игнатий тихонович ваш стих зима в преддверии и лютые морозы страшен своей правдой все наше время описывает и пожары тоже страшно слава богу за все я вчера поняла что значит ваше выражение живьем в ад когда вы упомянули его милиционеры кажется на учениях при оценке преступлений вчера слушал отца владимира головина он там рассказывал про содом и гоморру это и есть ад на земле я это и раньше слушала но не сосыковала с вашим выражением теперь картинка сошлась спаси христос обнимаю вас елена язенкова браво спаси христос прямо как бальзам на мое сердце мне сейчас как раз нужны были очень эти слова слава богу за все сергей жариков как можно посмотреть молитву в записи большая разница по времени во времени сергей астахов на канале есть молитвы утренние в записи в ю тубе забейте лапки гнати тихоновича молитвы а так молитву он ведет всегда 440 по барнаулу по москве 040 елена можно посмотреть на странице игнатия лапкина в моем мире сергей жариков спаси христос сергей астахов но пока молитвы до октября не будет он деревне потеряевка вот кто-то добрый плотник из большой буквы плотник сегодня это вот почему ни фамилии не имя то нету это совсем не не подходит никита зачем дразнишь пророка с большой уху пророка кого дразнит мои ролики мой канал за спиной гнатия тихонович и говоришь предательски если он не слышит бог не тимошка видеть немножко бог немножко видит все видит вы никита умыли бы ноги старца да я не нуждаюсь в этом благодарением и слезами неужели дух святой не говорит вам сердце неужели не понимаете кто с вами ерлан карабаев хочу заняться добычей корень солодки и мне нужен учитель сельсей вы в этом деле профи если надеюсь поможете отвечаю найти где растет солодка наточить лопату штуковой и добывать пласты землю уложить точно тоже место промыть корни изрезать мелко просушить он говорит а мне добывать там месяц 40 тонн тонн до 40 килограмм никогда не добудешь какая техника нужна понятия не имею это какие-то плантации там или что вот о чем пишут но и наши ресурсы это мой мир вот это показа второе это для тащи наш православный форум 1600 тем интересно сколько вчера было вчера понедельник 206 253 до этого было ну и канал наш православный канал что-то изменить вот он как выглядит православный канал открытым оком ну и во свете библии православный библейский сайт очень большой много вопросов ответов вот некоторые вопросы ответы были случаи что они бросали ну беру 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 о войне сейчас идут вопросы вопрос 1843 седьмой том открытым оком книга всегда ли святые безропотно подставляли шею под секиру ответ были случаи что они бросались на палачей что явно не по писанию но в душе какая-то светлая нотка что жизнь пусть и не по житийному всеобщему сценарию но пробивалась и в этих пустыниках значит не все еще в пустыне уморили в человеке 3 царств 22 24 25 и подошел седеки сын хинаана и ударил михея по щеке сказал как неужели от меня отошел дух господень чтобы говорить в тебе и сказал михея вот ты увидишь это в тот день когда будешь бегать из одной комнаты в другую чтобы укрыться лука 6 29 ударившим у тебя по щеке подстав и другую и отнимающего у тебя верхнюю одежду не препятствую взять и рубашку римлян 12 19 не мстите за себя возлюбленные но дайте место гневу божию ибо написано мне отмещение я вас дам говорит господь откровение 6 10 и возопиление громким голосом говоря доколе владыка святой истины не мстишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу житие епимаха 31 октября кавычки увидев что егемон сидит на судилище и обрекает христиан на мучения святой мужественно устремился на него чтобы поразить безбожника и апеллиан не избег бы руки святого епимаха если бы стоявшие вокруг не удержали святого такую ревность о господи боге проявил подвижник егемон удивился такой дерзости человека бедного одетого в рубище лови дави на вздохе полусловие еще кургузы и злобную мыслишку условно выход в люди при условии чтоб слушатель мог правильно расслышать не прикармань и не приватизируй рожденное далеким мудрецом прониклись по серьезному не просто для близируем да явится оно сегодняшним лицом слова не пресная затертая до скуки их просоли да не гнилье предложишь ядренность их живи ты через сутки и через год смотря куда положишь по струнам нужным в сердце у других ударить словом и не застарелым слова друзья может и враги найдут соратников зовут в атаку смелых талант оратора не будь же пустословом ни краснобайству и сытостью желудка глашата истины во славу иеговы и сеятели сеятели евангельски попутно да будут в помощь знания академии и мирские институты по лободием но если дух святой не проникал под теме огонь любви не натянул по воде то все напрасно будешь пень под ризой увенчанной пустоголовой митрой по профсоюзному лишь только чтобы тиснуть когда затравка в образе пол литра наскучившая паства разбредется к чужим столам с любовью принакрытым мерцание гнилушек вполне сойдет за звезды и царской вечери покажутся корыто и в гибели заморенных и павших виновен батюшка сокрывший божье слово в пустыне каменистый сел не на пашне бог вырвет глаз и руку у делателя злого 2 сентября 2003 года ну наверно все на сегодня вот ну ладно